МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все об основных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Как дела на Патрокле? Глава Владивостока лично проверил состояние микрорайона и встретился с его жителями. Верю, что в ближайшее время озеро станет намного чище. На границе земли и соленого моря фотовыставка к 80-летию Приморья открыта в рамках Международного дальневосточного морского салона. Они показывают те моменты, которые просто обыватель вообще не сможет никогда увидеть. То есть обыватель не сможет прийти ночью в порт, погулять, сфотографировать. А порт – это состальная часть жизни нашего города. На гребне почему фестиваль гребешка во Владивостоке называют холодным. Через гребешок мы передаем наш дух Приморья друг другу. Также в выпуске собственникам квартир во Владивостоке придется вернуть жилью прежнюю планировку. И еще раз скажем, движение парковку ограничат в районе Корабельной набережной. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Российские парламентарии поддержали законопроект о русских офшорах. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал Нижней Палате парламента принять в первом чтении законопроект о международных компаниях. Он предусматривает создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 18 июля. Он устанавливает особенности создания международной компании. Главное преимущество таких специальных административных районов – освобождение от налогообложения доходов полученных компанией за границей. Местный бизнес при этом не пострадает, отмечают депутаты, так как на деятельность, которая будет осуществляться в России, налоговых преференций не предусмотрено. Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил журналистам, что специальные административные районы заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре-октябре 2018 года. По оценкам авторов законопроектов, приток инвестиций на островах Октябрьский и Русский может превысить 1 миллиард долларов. Бывшие работники обанкротившегося завода «Радиоприбор», которые уже более двух лет ждут выплаты долгов по зарплате, обратились к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой принять меры по погашению задолженности. Под обращением подписались около 150 человек. По словам представителей инициативной группы, людям выплачивают лишь небольшие суммы от продажи имущества предприятия, а долги бывшим рабочим завода составляют 380 миллионов рублей, сообщает агентство «Интерфакс» «Дальний Восток». Ситуацию представители инициативной группы рассчитывают в ближайшее время обсудить с властями края. Напомним, «Радиоприбор» в прошлом – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. На нем трудились около полутора тысяч человек. Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. «Радиоприбор» проходит процедуру банкротства. В феврале 2018 года арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат за должности по заработной плате уволенным работникам завода от продажи имущества компании. Глава Владивостока совершил рабочую поездку в микрорайон «Патрокол». Виталий Веркиенко лично проверил, как выполнен локальный ремонт подъездного пути к домам на улице Сочинской и как работают канализационные насосные станции у Безымянного озера. Их запустили на прошлой неделе. Также мэр встретился с жителями нового микрорайона. Подробнее об этом в следующем материале. Дорогу и канализационную насосную станцию в микрорайоне «Патрокол» объединяет тот факт, что они были брошены застройщиком и до июня этого года находились в непригодном состоянии. Дома нового микрорайона были сданы в эксплуатацию в 2016-2017 годах. Однако дороги, которая была на рекламных плакатах застройщика, ровной и асфальтированной, в действительности не оказалась. Застройщик, да и спецстрой, обанкротился, и микрорайон остался один на один с проблемой. В феврале инициативные жители «Патрокола» обратились за помощью к градоначальнику. В итоге ситуация, которая не решалась полтора года, сдвинулась с мертвой точки. Когда погрузились, много вопросов появилось, главное, что всё распуталось в итоге, и мы просто подтверждаем к жителям, что проблема реально решена. Это как бы даже на уровне чуда воспринимается жителям района, но прекрасно получилось. Жители «Патрокола» жаловались на грязь, которую выносила с дороги и глубокие ямы. Это грунтовая дорога на пересечении улиц Борисенко и Сочинской и единственный подъездной путь к домам, где проживает более тысячи человек. Глава Владивостока поставил задачу обеспечить граждан нормальным проездом, и специалистам удалось решить её в кратчайшие сроки. Теперь разбитая грунтовая дорога стала полноценным объектом транспортной инфраструктуры с безопасным въездом и выездом из микрорайона. Специалисты муниципального предприятия содержания городских территорий осыпали её асфальтной крошкой, предварительно уплотнив основание и выровняв профиль дороги. Как рассказал Леонид Вильчинский, такого ремонта хватит для безопасной езды на полтора-два года. Если где-то будет выбиваться, придётся подсыпать, так же, и так, и так, и так, и так. Но по сравнению с тем, что было, ещё такие нормальные проезжаемые состояния. Кроме этого, с июня текущего года специалисты следят за чистотой общегородских зон микрорайона. Теперь Патрокол включён в список ежедневных уборок городскими коммунальными службами. Проблема с безымянным озером была успешно решена в июне. По поручению главы города и под личным контролем вице-губернатора Приморского края, здесь отремонтированы и запущены в работу, ещё не переданы на баланс краевой администрации застройщикам канализационные станции. Всё запустили. Я говорю, рыбу уже вижу, что ловят. Наверное, преждевременно всё-таки, но верю, что в ближайшее время озеро станет намного чище, в том числе с учётом той технологии очистки микроорганизмами. Общение главы города с жителями Патрокла прошло активно. Горожане задавали много вопросов. Часть из них, требующую более тщательной переработки, Виталий Веркиенко поставил на контроль. Глава Владивостока поблагодарил жителей Сочинской за инициативность, активную позицию и любовь к своему городу. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Собственникам квартир во Владивостоке придётся вернуть жилью прежнюю планировку. Только за прошлый месяц специалисты Управления содержания жилого фонда при проверках по перепланировкам направили 18 владельцам предписание необходимости вернуть квартирам прежнее состояние. Сносы стен, расширение санузлов, организация дополнительных проходов в несущих стенах – самые популярные виды работ, которые жители города проводят в своих квартирах. Многие из них забывают об элементарных правилах безопасности и законах, которые запрещают такие виды перепланировки, так как они угрожают конструкциям многоэтажек. Чаще всего о перепланировках специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому, ведь почти всегда эти процессы сопровождаются шумом и строительным мусором. В таких случаях специалисты Управления содержания жилого фонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносят предписание и выписывают штраф. Если гражданин не исполняет предписание и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. Стоит отметить, что существуют и виды перепланировки, которые разрешены и их легко можно внести в технический паспорт. Для этого нужно подать документы в любой многофункциональный центр Владивостока. На участке автодороги по улице Корабельной набережной под Золотым мостом будут временно ограничены движения и парковка транспортных средств. Это связано с проведением земляных работ по перекладке канализационного коллектора, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. На период с 0 часов 14 июля до 0 часов 24 июля объезд будет осуществляться по улице Светландской и Светландскому переулку. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Владивосток готовится к открытию Международного морского салона. Это уникальная экспертная площадка для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении. Салон будет работать по трем ключевым направлениям – кораблестроение и судостроение, инфраструктура и логистика и регулирование и развитие. В рамках деловой программы запланировано проведение конференций и панельных дискуссий, презентации участников салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Не менее насыщена и культурная программа трехдневного мероприятия. Так, например, в рамках Международного дальневосточного морского салона в Приморской картиной галереи открылась фотовыставка, посвященная 80-летию Приморья. На границе Земли и Соленого моря это более 90 работ 30 известных авторов. Фотохудожники постарались донести всю исключительность нашего края, его широту ландшафтов и великолепие Японского моря. На выставке побывал и мой коллега Евгений Черемухин. Аутентичный, красочный, противоречивый и загадочный – так отзываются о Приморском крае организаторы фотовыставки, открывшейся во Владивостоке. Эпическое название «На границе Земли и Соленого моря» на удивление прямолинейно отражает суть экспозиции, в которой приняли участие сливки общества фотографов, профессионалов. О том, зачем такие выставки нужны самим фотографам, рассказал один из мэтров этого ремесла – Павел Ванифатов, чьи работы тоже можно было здесь увидеть. Во-первых, мы держим свое эго, самоотверждаемся за счет этого немного, а во-вторых, это возможность показать другим свой взгляд. То есть не будем забывать, что еще 20 лет назад выставка и печать в журнале либо в газете – это был единственный способ поделиться с фотографией своей, с каким-то более широким кругом, чем твоя семья и твои несколько друзей. Всего в рамках фотоэкспозиции выставлено более 90 работ. Причем их авторы известны не только в Приморье, но и далеко за пределами субъекта федерации. Однако коллеги по цеху весьма осторожно отзываются о художественном таланте своих товарищей по объективу. Работы такие здесь интересные. Настоящих профессионалов, то есть тот же самый Юлий Смитёк – это корреспондент ТАСС, Новгородов, допустим, его… Ну, это пресс-служба нашего порта. И они показывают те моменты, которые просто обыватель вообще не сможет никогда увидеть. То есть обыватель не сможет прийти ночью в порт, погулять, сфотографировать, да. А порт – это составная жизнь, составная часть жизни нашего города. Согласно концепции выставки, художники постарались донести через свои работы всю исключительность нашего края, его широту ландшафтов и великолепие Японского моря. И, судя по количеству гостей мероприятия, им это точно удалось. Выставку посвятили 80-летию Приморского края. Кроме того, она стала одним из первых мероприятий в рамках Международного дальневосточного морского салона, который впервые пройдет во Владивостоке с 26 по 28 июля. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой На гребне. Почему фестиваль гребешка во Владивостоке называют холодным? Приморский плавец Виталий Аботин стал лучшим на чемпионате Европы. Ждать ли солнца? Как изменится погода в ближайшие дни? Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. На гребне. Почему фестиваль гребешка во Владивостоке называют холодным? Приморский плавец Виталий Аботин стал лучшим на чемпионате Европы. Ждать ли солнца? Как изменится погода в ближайшие дни? Очередной гастрономический фестиваль в самом разгаре во Владивостоке. И на этот раз хедлайнер «Гребешок». Фестиваль под названием «На гребне» продолжает череду сезонных гастрономических мероприятий под патронатом Тихоокеанского туристического союза. Главная цель – популяризовать дальневосточную кухню и развить гастрономический туризм в регионе. Необычные блюда из морского деликатеса по доступным ценам предлагают многие заведения Владивостока. В одном из них «Гребешок» продегустировал и мой коллега Дмитрий Беломестнов. Гастрономический фестиваль вновь радует Владивосток. На этот раз главный герой – «Гребешок» – культовый сезонный продукт. Кулинарное событие под названием «На гребне» организаторы называют холодным, так как в этот раз подается деликатес поштучно, в сыром виде, из аквариумов, под различными соусами и заправками. А блюдо шеф-повар готовит перед посетителями, рассказывая все нюансы процесса. Сегодня для нас «Гребешок» приготовит Вячеслав Анзулис. «Наш сет из трех гребешков, которые мы подаем с лимоном, имбирем, васаби и специальным соусом. А также хотелось бы приготовить блюда, которые входят в это, грубо говоря, меню краткое, которое продлится всего до 16-го числа. Это у нас будет хейс гребешка, закуска с соусом том-ям и будет салат с клубничной заправкой». Все три блюда Вячеслав готовит по-особенному. В закуску повар добавляет огурец, гребешок нарезает тонкими ломтиками. В процессе приготовления главное быть внимательным с ингредиентами. «У него слишком нежный вкус, поэтому главное не перебарщивать каких-то лишних заправок». Гребешок выкладывается на огурец и все заливается соусом том-ям. Блюдо готово. Далее хё, которое знакомо приморским гурманам как один из способов приготовления сырых продуктов. Гребешок смешивают вместе с нарезанным луком, поливая авторским соусом. Тщательно перемешав, выкладывается в специальную тару, где украшается зеленью, лимоном, перцем. «Сейчас хотелось бы приготовить тот самый салат». В составе листья салата, которые повар не режет, а рвёт. Айсберг, фрезе и ростки сои. Ну и, конечно же, главный виновник фестиваля – гребешок. И финальный штрих – клубничный соус. «Очень такой летний воздушный салат с клубничкой». По словам Вячеслава, популярностью у посетителей пользуется классический гребешок под авторским соусом. Но высокую оценку среди мужчин получила и хё. А представительницы прекрасного пола оценили микс салат с клубничной заправкой. Также шеф-повар раскрыл секрет вкусного приготовления деликатеса. «Вкуснее всего есть гребешок в компании. А как он приготовлен, подан холодным либо горячим, это уже всё-таки второстепенно. Тут через гребешок мы передаём наш дух приморья друг к другу. А если к нам приезжают гости издалека, из-за рубежа, либо просто из других регионов, то гребешок в этом случае нас объединяет». В заведении также добавили, что с каждым днём гребешка уходит всё больше и больше. Но для всех посетителей найдётся порция. К слову, деликатес доставляют с фермы. «Это по существу дикий, но выращенный гребешок, который обладает всеми полезными свойствами и очень вкусный». На гребне продолжает череду гастрономических фестивалей в Приморье, цель которых – популяризировать дальневосточную кухню. Ну а далее в планах масштабный фестиваль краба, который состоится в сентябре. И, по словам организаторов, станет всероссийским. «Остаётся только добавить, что у жителей и гостей приморской столицы остаётся не так много времени, чтобы попробовать одно из этих четырёх блюд. Ведь фестиваль на гребне закончится 16 июля. Поэтому дерзайте». Дмитрий Беломестов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. А об остальных культурных событиях в традиционной рубрике «Афиша» расскажет Евгений Черёмухин. Здравствуйте, меня зовут Евгений Черёмухин. И сейчас всё о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Ежегодный «Вивальди-фестиваль» пройдёт с 13 по 15 июля в Евангелическо-Литюранской церкви Святого Павла. Впервые в фестивале примет участие мультиоркестр с флейтами, гобоями, фаготами, мандолинами и не только. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А музыкальной программой «Романтик Коллекшн» закрывает концертный сезон «Приморская филармония». Под аккомпанемент эстрадного оркестра известные вокалисты Владивостока исполнят золотые хиты зарубежной музыки. Дирижер Дмитрий Бутенко. Ведущий концерта Александр Пстыга. Начало в 18.00. Стоимость билетов от 600 до 1000 рублей. На волшебную историю в одном действии по мотивам сказки Вадима Коростылёва «Вовка в 39-м царстве» маленьких зрителей и их родителей приглашает Театр молодёжи. Режиссёр-постановщик Юрий Гончаров. Начало в 11.00. Стоимость билетов от 350 до 400 рублей. А спектакль «Инструкцию по борьбе с захватчиками» в лучших традициях викторианских ценностей под названием «Откуда взялись броненосцы» представляет Театр-студия «Балаганчик». Это постановка по мотивам сказки Редьяда Киплинга. Начало в 11.00 и в 13.00. Стоимость билетов 100 рублей. Четвёртый этап РДС «Восток» состоится на Приморском кольце. За шаг до финала сильнейшие пилоты Дальнего Востока будут бороться на пике возможностей. Официальное начало в 14.00. Начало тренировочных и квалификационных заездов в 10.00. Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей. На открытый урок по программированию «Кодить легко» детей от 9 до 12 лет приглашает городской дворец детского творчества. Участники освоят основы программирования, научатся мыслить алгоритмически. Главная цель организаторов – в простой и доступной форме рассказать школьникам о важности программирования в 21 веке. Начало в 14.00. Участие бесплатное. Ну а День акул впервые пройдёт в Приморском океанариуме. Гостям эколого-просветительского маршрута в экспозициях предстоит ответить на вопрос «Акула друг или всё-таки враг?». Вы узнаете, кто такие акулы, почему их не стоит бояться и как себя вести при возможной встрече с этой рыбой. Начало в 12.00. Участие в мероприятии бесплатное. Необходим входной билет в Приморский океанариум. Его стоимость для взрослых по тарифу экспозиция – 1000 рублей, для детей – 500 рублей. Ну а с 14 по 22 июля в амфитеатре на спортивной набережной пройдёт фестиваль талантов Приморского края «Экологически чистое творчество». Мероприятие познакомит жителей и гостей города с ярким и самобытным творчеством исполнителей мастеров декоративно-прикладного искусства и фотографов из разных районов Приморья. Фестиваль пройдёт во второй раз, и в 2018 году он посвящён 80-летию образования Приморского края. Вход свободный. На встречу с героями озорной и поучительной сказки «Кошкин дом» малышей и их родителей приглашает театр «Кукол». Этот спектакль – напоминание о том, что друг познаётся в беде. И, конечно, история героев ещё раз доказывает – нельзя быть беспечным и неосторожным с огнём. Начало в 12.00, стоимость билетов – 270 рублей. А на территории минного городка в парке Непоседа пройдут спортивно-игровые мероприятия для детей, игры и соревнования и поролоновое шоу с малышариками. Также воспитанники и тренеры детской футбольной школы проведут для гостей праздника мастер-класс, а кульминацией встречи станет футбольный матч. Участие в мероприятии бесплатная, стоимость входного билета в парк Непоседа – 250 рублей. Возможность увидеть Владивосток глазами Элеоноры Прей дарит музей Арсеньева. Экскурсия познакомит с историей любви к нашему городу гостей из далёкой Америки, которая в своих письмах на родину описала Владивосток так, что теперь этими письмами восхищаются и дорожат во всём мире. Следуя за рассказчиком, вы сможете представить будни города в самый красивый и драматичный период его истории. Начало в 12.00, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Бронь билетов обязательно. Феерия в двух действиях Аллы и Паруса свершится на сцене Театра молодёжи. Спектакль по одноимённой повести Александра Грина – своеобразный гимн мечте, всеобъемлющий любви и прощению. Напоминание о том, что именно мечта способна сделать человека счастливым, а стремление к ней закаляет характер. Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. На этом были все культурные новости на ближайшие выходные. С вами был Евгений Черемухин. До свидания. В рамках рубрики «К 80-летию Приморья» сегодня расскажем о величайшем политическом событии мирового масштаба, которое произошло во Владивостоке. 44 года назад, в 1974 году, в столице Приморья состоялась встреча лидеров двух сверхдержав – президента США Джеральда Форда и главы Советского Союза Леонида Брежнева. Эта встреча глав мощнейших государств пугала и радовала одновременно. Неудивительно, что к приезду Брежнева и Форда готовилось все Приморье. За почти четыре недели только во Владивостоке и Артёме на асфальтирование дорог и улиц было потрачено более 1 миллиона рублей. Был произведен массовый снос ветхого жилья. Более 700 семей получили новые квартиры. Позднее президент Форда о Брежневе отзывался так. Это был очень интересный человек. Он верил в коммунизм. Отметим, что именно во Владивостоке лидеры противостоящих друг другу блоков подписали совместное заявление по ОСВ. Владивостокская договоренность явилась важнейшим шагом на пути ограничения гонки вооружений. 23 ноября 1974 года на аэродроме в Воздвиженке приземлился самолет 38-го президента США Джеральда Форда. А за день до этого события для проведения переговоров в наш город прилетел и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Владивосток. Форпост нашей родины на Тихом океане. Орденоносная столица советского приморья. В течение нескольких дней этому городу было приковано пристальное внимание всего мира. Здесь в районе Владивостока должна состояться рабочая встреча генерального секретаря Центрального комитета коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева с президентом Соединенных Штатов Америки Джеральдом Фордом. Из самолета высокие гости пересели в поезд и по специально построенной по этому случаю железнодорожной ветке отправились в курортную зону Владивостока. Но если быть более точным, на санаторную, где были проведены советско-американские переговоры и подписаны документы об ограничении подземных ядерных испытаний и систем противоракетной обороны. Принято считать, что эти документы реально помогли сдерживать гонку вооружений между нашими странами. 40 советских и 70 американских корреспондентов прибыли в район Владивостока, чтобы освещать рабочую встречу вверхах. Интерес к этой встрече во всем мире был чрезвычайно велик. Ведь от того, как будут развиваться советско-американские отношения в огромной мере, зависит политический климат нашей планеты. Приезд высоких гостей был тщательно подготовлен. На асфальтирование одних только улиц было потрачено больше миллиона рублей. Для того, чтобы ветхое жилье не бросалось в глаза, его массово сносили и раздавали новые квартиры. Кстати, люди, которые обеспечивали безопасность переговоров, позже вспоминали о том, что Форда сильно удивили в Владивостоке две вещи. Во-первых, уникальная природа, а во-вторых, люди нашего города. Американская делегация почему-то считала, что здесь ничего не растет, и все население составляют только военные. Понравилась американцам и русская кухня, в частности, сырники и жареная зубатка. Вместе с американским президентом в Владивосток прилетела довольно внушительная делегация американских журналистов, которые освещали переговоры. И вот с их легкой руки о Владивостоке узнали многие простые американцы. Причем узнали с лучшей стороны. После переговоров отношения между нашими странами заметно потеплели. Правда, ненадолго. Через пару лет после этого события на президентских выборах Джеральд Форд проиграл республиканцу Джимми Картеру. Ушел из политики и прожил довольно долгую жизнь, почти 94 года, став рекордсменом-долгожителем среди американских президентов. В пятницу днем погода в Приморье улучшится, обещают синоптики. Отметим, что во Владивосток накануне днем заглянуло лето. Впервые с начала июля столбки термометров поднялись до отметки плюс 22. Однако с заходом солнца город снова погрузился в привычный для него моросящий туман. В четверг над краем смещались фронтальные разделы, дожди в течение дня распространялись на большую часть края. Температурный фон понизился на 2-5 градусов. В ночь на пятницу Приморье еще будет находиться в зоне атмосферных фронтов, и дожди различной интенсивности сохранятся. В пятницу днем погода улучшится, атмосферные фронты покинут территорию края. Дожди в основном прекратятся и прояснится. Температурный фон повысится. В континентальные районы опять вернется жара. В большинстве районов столбки термометров поднимутся выше плюс 30 градусов. На побережье будет немного прохладнее, но тоже прояснится и потеплеет. Во Владивостоке к утру пятницы дождь прекратится, сохранится туман, может остаться морось. Днем туман ослабеет, проглянет солнце, воздух прогреется до плюс 25-28 градусов. И к новостям спорта. Приморский пловец Виталий Аботин стал лучшим на чемпионате Европы. А спидвейный клуб «Восток» одержал победу над мегаладой. И еще крупный шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке. Обо всем этом Максим Яковлев. Виталий Аботин завоевал шесть золотых медалей на чемпионате Европы. Международные соревнования по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха проходили в польском городе Люблин. В составе сборной России выступал приморский пловец и многократный чемпион сурдолимпийских игр. Виталий по итогу недельных состязаний стал лучшим и взял золото на дистанциях 200 и 400 метров смешанным стилем, а также практически во всех эстафетах. Помимо этого Аботину досталось серебро на дистанции 50 метров на спине и бронза в 100 метровке. В дальнейших планах у приморца выступление на чемпионате мира, а также новый цикл подготовки к следующим сурдолимпийским играм, которые должны пройти в рамках паралимпиады в Токио в 2020 году. Спидвейный клуб «Восток» встретился с мегаладой. Очередная гонка командного чемпионата России прошла во Владивостоке. Перед приморцами стояла сложная задача своим обновленным молодым составом обогнать 15-кратных чемпионов страны. С самого начала «Восток» вышел вперед. Гости далеко не отставали. К середине встречи счет был 28-20 в пользу приморцев. Однако Тольяттинский клуб в упорной борьбе так и не смог по итогу догнать хозяев. Встреча завершилась победой владивостокской команды при счете 48-45. Лидером «Востока» по количеству набранных очков стал Вадим Тарасенко, который принес в копилку 13 баллов. Следующую гонку наша команда проведет вновь во Владивостоке. 25 июля к нам приедет турбина из Балакова. Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке. 14-е открытые соревнования собрали около 150 спортсменов из Приморья, Хабаровского края, Москвы и других уголков России. В этом году фестиваль проходит в уникальном формате. В его рамках идет один из этапов Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек. Помимо этого проверить свои интеллектуальные навыки за доской может любой желающий в любительских турнирах. Главной особенностью ежегодного фестиваля становится доступность для любой возрастной категории. Здесь в партиях встречаются спортсмены от 5 и до 90 лет. «Город у моря» будет идти до 20 июля в спортивном зале учебного корпуса МГУ имени Невельского. Начало следующих туров в 10.00. Максим Яковлев, Нойсти Спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Глава Владивостока совершил рабочую поездку в микрорайон Патрокол. Виталий Вертиенко не только проверил, как выполнен локальный ремонт подъездного пути к домам на улице Сочинска и как работают канализационные насосные станции у Безымянного озера, но и пообщался с жителями микрорайона. Международный морской салон готовится к открытию во Владивостоке. В рамках деловой программы запланировано проведение конференции и панельных дискуссий, презентации участников салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Собственникам квартир во Владивостоке придется вернуть жилью прежнюю планировку. Специалисты управления содержания жилого фонда администрации города при проверке направили 18 владельцам предписание необходимости вернуть квартирам прежнее состояние. Фотовыставка, посвященная 80-летию Приморья на границе земли и Соленого моря, открылась в Приморской картинной галереи. Популяризовать дальневосточную кухню и развить гастрономический туризм в регионе. Фестиваль гребешка проходит во Владивостоке. Приморский пловец Виталий Абутин стал лучшим на чемпионате Европы. На сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное Владивосток. Очередное пополнение в зоопарке на сад городе. Пятнистое чудо. Так называют малышку леопарда, которой исполнился ровно месяц. У мамы леопардессы Алены отсутствует материнский инстинкт. Поэтому леопарденка выкармливает спаниель по кличке Шерри, у которой тоже недавно родились щенки. Как маленький леопард играет с приемными мамой и братьями, смотрите прямо сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok